Книга «Открытым оком» 18 том. Тема мусульманства. Вопрос 3243. Для христиан ясно, что неверующим во Христа, как в своего спасителя, умершего за каждого из них, не спастись. То есть все еретики, все отвергающие спасение во Христе, будут в аду со своими расколоучителями и предводителями. А как смотрят на христиан мусульмане и их священная книга Коран? Отвечает Игнатий Тихон-Человек. Точно так же. Вот небольшие отрывки из Корана, в которых обладателями Писаний называются христиане, у которых нет знаний, и они будут в нижних слоях ада за то, что приписывают Богу Аллаху сотоварищи, сына единородного, единосущного Бога и Духа Святого как личности. Троица для мусульман – самое негодное слово, они в этом усматривают многобожие и проклинают христиан и иудеи. Коран 3 сура 59 аят. Поистине Иса перед Аллахом подумен Адаму. Он создал его из праха, потом сказал ему «Будь», и он встал. 3 сура 64 аят. «Скажи, о обладателе Писания, приходите к слову, равному для нас и для вас, чтобы нам не поклоняться никому, кроме Аллаха, и ничего не предавать Ему в сотоварищей, и чтобы одним из нас не обращать других в господ, помимо Аллаха. Если же они отвернутся, то скажите. Засвидетельствуйте, что мы предавшиеся». «О обладателе Писания! Почему вы припираетесь об Ибрагиме? Тора и Евангелие были неспоснены только после него. Разве вы не уразумеваете?» «Вот вы те, кто припираетесь о том, о чем у вас есть знание. Почему же вы припираетесь о том, о чем у вас нет знания? Поистине Аллах знает, а вы не знаете». 4 сура 47 аят. «О вы, которым даровано Писание, уверуйте в то, что мы неспоснаны для подтверждения истинности того, что с вами, раньше, чем мы сотрем лица и обратим их назад, или проклянем их, как прокляли сторонников субботы. Поистине повеление Аллаха исполняется. Поистине Аллах не прощает, чтобы Ему предавали сотоварищей, но прощает то, что меньше этого, кому пожелает. «А кто предает Аллаху сотоварищей, тот измыслил великий грех». 3 аят. «Если или у них есть доля власти, и тогда они не дадут людям и броски на финиковой косточке». 4 аят. «Или они завидуют людям за то, что даровал им Аллах от своей щедрости, ведь мы даровали роду Ибрагима Писание и мудрость, и даровали им великую власть». 56 аят. «Поистине тех, которые не веровали в наши знамения, мы сожжем в огне. Всякий раз, как сготовится их кожа, мы заменим им другой кожей, чтобы они вкусили наказание. Поистине Аллах великий и мудрый». 4 сура 115 аят. «А если кто отказывается от посланника после того, как стал ему ясен прямой путь, и он следует не по пути верующих, мы обратим его к тому, к чему он сам обратился, и спалим его в гиене, скверно это пристанище». Поистине Аллах не прощает, чтобы ему предавали сотоварищи, но прощает то, что меньше этого, кому он пожелает. А кто предает Аллаху сотоварищей, тот заблудился далеким заблуждением. «А если кто сделает что-нибудь благое, будь то мужчина или женщина, и он при этом верующий, то эти войдут в рай и не будут обижены, и на бороздку финиковой косточки. Кто лучше по религии, чем тот, кто предал свой лик Аллаху, будучи добродеющим и последовал за общиной Ибрагима Ханифа? Поистине Аллах взял Ибрагима другом. Другом». 145 аят. Поистине лицемеры в нижнем слое огня, и никогда не найдешься для них помощником. 17 аят. «Не веруют те, которые говорят, что Аллах – это Мессия. Сын Мариан, скажи, кто же властен чем-нибудь у Аллаха, если он захочет погубить Мессию, сына Мариан, и его мать, и тех, кто на земле всех? Аллаху принадлежит власть над небесами и землей, и тем, что между ними. Он творит то, что желает, ведь Аллах над всякой вещью властью». И сказали иудеи и христиане. «Мы, сыны Аллаха и возлюбленные Его. Скажи, тогда почему Он вас наказывает за ваши грехи? Нет, вы только люди из тех, кого Он создал. Он прощает, кому и пожелает, и наказывает, кого пожелает. Аллаху принадлежит власть над небесами и землей и тем, что между ними, и к Нему возвращение». 5 сура, 19 аят. «О, обладатели Писания, пришел к вам наш посланник, разъясняя вам во время перерыва между посланниками, чтобы вы не сказали, не приходил к нам ни благовеститель, ни увещеватель. Вот пришел к вам благовеститель и увещеватель. Поистине Аллах над всякой вещью мощен». 5 сура, 46 аят. «И отправили мы по следам их Ису, сына Мариан, с подтверждением истинности того, что не спослано до Него в Торе, и даровали мы Ему Евангелие, в котором руководство и свет, и с подтверждением истинности того, что не спослано до Него в Торе, и руководством и увещеванием для благобоязненных. «И пусть судят обладателей Евангелия, потому что не звел в нем Аллах, а кто не судит, потому что не звел Аллах, те распутники». 5 сура, 51 аят. «О, вы, которые уверовали, не берите иудеев и крестьян друзьями, они друзья один другому, а если кто из вас берет их в себе в друзья, то ты сам один из них. Поистине Аллах не ведет людей неправедных». О, 57 аят. «О, вы, которые уверовали, не берите, друзьями, тех, которые вашу религию принимают как насмешку и забаву, и из тех, кому дала здорово написание и неверных, бойтесь же Аллаха, если вы верующие». «И когда вы зовете к молитве, они принимают это за шутку и забаву, это потому что они люди, которые не разумеют». «Скажи, о, обладатели Писания, неужели вы мстите нам только за то, что мы уверовали в Аллаха, и что было неизведено нам, и что было неизведено раньше, за то, что большая часть вас распутники». 69 аят. «Поистине те, которые уверовали, и которые исповедуют иудейство, и саби, и христиане, кто уверовал в Аллаха и в последний день не твоил благое, нет страха над ними, и не будут они печальны». 5 сура, 72 аят. «Не веровали те, которые говорили, ведь Аллах – Мессия, сын Мариян. А Мессия сказал, «О, сыны Исраила, поклоняйтесь Аллаху Господу моему и Господу вашему, ведь кто предает Аллаху сотоварищей, тому Аллах запретил рай, убежищем для него огонь, и нет для неправильных помощников». 5 сура, 73 аят. «Не веровали те, которые говорили, ведь Аллах – третий из трех, да так как нет другого божества, кроме единого Бога, а если они не удержатся от того, что говорят, то коснется тех из них, которые не уверовали в мучительное наказание». 61 сура, 14 аят. «О, вы, которые уверовали, будьте помощниками Аллаха, как сказал Иса, сын Мариян, апостолами. Кто мои помощники Аллаха? И уверовала одна часть из сынов Израила, и не уверовала другая часть. И мы подкрепили тех, которые уверовали против их врагов, и они оказались победителями». 19 сура, 90 аят. «Небеса готовы распасться от того, и земля развернутся, горы пасть прахом». 91 аят. «Отого, что они приписали милосердному сыну. Не подобает милосердному брать себе сына». 43 сура, 81 аят. «Скажи, если у милосердного есть ребенок, то я первый из поклоняющихся». 57 сура, 26 аят. «Мы уже послали Нуха и Ибрагима, и в потомстве их установили пророчества и писания. И среди них есть идущие прямым путем, но мне многие из них распутных». «Потом мы отправили по следам их наших посланников и отправили вслед Иисусу, сыном Ильям, и даровали Ему Евангелие и возложили в сердце тех, которые последовали за ним кротость и милосердие, а монашество они изобрели. «Мы им его не предписывали, если не для снискания благоволения Аллаха, но они не соблюли этого должным соблюдением, и мы даровали тем из них, которые уверовали их награду, а многие из них распутных». 72 глава, 3 аят. «И он, да превознесено будет достоинство Господа нашим, не брал себе ни подруги, ни ребенка». Как христиане относились к последователям Магомета, говорят, лучше всего жития святых, на которых воспитывались полтора тысячелетия и ныне воспитываются христиане. «Никогда не было мира с мусульманами, а была война, как у Ермака с Кучумом, и православные не были примером для мусульман. Те, хотя не лукавят, так с кинжалами и спят. А тут крест и тут же шашка. Может, Ермолова и Лермонтова не было? Хана Анастраханского и прочих завоевателей Константинополя. Вот как об их Магомете написано в «Житиях святых» у Дмитрия Ростовского. Эти книги есть в любой епархии, у миллионов христиан во всем мире, полностью или частично. 9 июля. Феодор Едесский. Если же ты, царь, действительно хочешь узнать обманщика и притечу Оттихриста, то такой обманщик Магомед, который ввел в заблуждение все племя Сарацинское и даже на Персию излил ядца в его нечестие. Царь сказал. «Почему вы не хотите признать пророка Магомеда? Разве он не о Боге проповедовал Сарацинам, а рабам и Персам? Не сокрушал ли он идолов и не учил ли добродетельной жизни?» Святой сказал. «Если кто-нибудь выведет человека из темницы и заключит его в другую мрачную темницу, то разве он этим сделает тому человеку благодеяние? Не обманул ли он его, переведя из одной темницы в другую?» «Так с вами поступил и ваш Магомед. Мы же знаем, что к свету ведет только один истинный, верный путь, я говорю о правой вере в Отца и Сына и Святого Духа, Бога Единого в трех лицах. Я же ни в каком случае не стану слушать ложных учений, но остаюсь при том, что сказал. Магомед не пророк и не посланник Божий, а обманщик, лжец и притеча Антихриста. «Ты же, еврей, твердо знаешь, что Христос уже пришел в мир через непорочное рождение от пречистой Девы, и потому тебе уже нечего ожидать рождения его по плоти. Тот же, кого ты ждешь, будет мерзкий Антихрист, который смутит всю Вселенную, а Магомед – обманщик, притеча этого Антихриста. Присутствующие при этом в споре персы и сарыцины приходили в ярость от речи святого, а христиане радовались, говоря друг другу, по благодати Христовой инок победил. Стирахов 8.19 «Не заводи ссоры со вспыльчивым, и не приходи через них пустынные, потому что кровь, как ничто в глазах его, и где нет помощи, он поразит тебя». Вот еще жития бесстрашного воина Христова. Георгий Новый, 27 мая В то время Болгарию владели сарыцины, когда блаженному Георгию исполнилось 25 лет со времени его рождения. Родители его в это время уже отошли ко Господу. То сарыцины начали склонять его к своему нечестию, говоря ему, «Георгий, оставь христианство и прими нашу веру». На что он отвечал, «Скажите мне, могу ли я веровать Магомету, который не был послан ни Богом, ни Божиими пророками, ни апостолами, но был простым военачальником полка сатанинского, нося собой хоругви дьявола. «Вот вы и сами не знаете, во что вы верите, вы сами отступили от пути истины». После этого мучитель приказал воинам водить мученика по гордо, ударять тимпаны и кричать, «Не ругай посланника Божия Магомета и не поноси его предания о вере сарацинской». Святой же молился ко Кресту Господу и увещевал сарацин веровать во Христа. Страдания святых 42 мучеников 6 марта Однажды в темницу ко святым вошли некие люди, и как бы милостердивы о них подали им небольшую милостыню, причем советовали святым пощадить себя и освободить от тяжкого темничного заключения. Освобождение же это произойдет тогда, когда они перейдут в магометанскую веру. Но святые не хотели слушать всех лукавых слов, желая лучше во все дни своей жизни терпеть тяжкую нужду и темничное заключение, и даже принять самую жесткую смерть, нежели отречься от Христа и перейти в нечестивую магометовую веру. Умолчим о других беззаконных постановлениях магометового закона, сказанного доволен для уразумения пророчества Исаии, что ни о ком-либо ином, а только о вашем пророке Магомете, извлеком пророчества говоря, Исаии 9.16. И вожди всего народа введут его в заблуждение, и вводимые ими погибнут. Насию речи воеводы святые как бы одним уставом исключали, да будет проклят Магомет и все исповедующие его пророком. Михаил Чернолизис, 23 мая. Царь, расспросив святого, приказал его развязать и убеждал его перейти в магометанскую веру. В святой же сказал царю, нельзя мне оставить Богом его и стать последователем беса. Герман, рихий епископ Казанский, 6 ноября. Особенно ревностно заботился Герман о распространении истинной веры Христовой между магометанами и язычниками. Иоанн Дамаскин, 4 декабря. Наконец Иоанн Дамаскин написал также апологию против магометанства, которая в то время господствовала в Сирии. Кирилл и Мефодий, 11 мая. На этом многие из присутствующих сказали, мы знаем, что Даниил пророчествовал Духом Божиим. О Магомете же знаем, что он лжец и губитель спасения многих. 2 Петра 1, 17. Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принеся к нему такой глаз, сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Послание филиппийцам, 2 глава, 9 по 11 стих. Посему и Бог превознес его и дал ему имя высшего всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос – слава Бога Отца. Стихотворение Передо мной первый дом стоит Первопроходцев в первое жилище Песок от первых в буре еще скрипит На тех зубах, что оказались лишними С нуля в палатке первые жильцы Нужда толкнула к поиску устава Милиционер Смутьян, такой же его сын Начнут строчить на вас везде бесславить Дружина мерзкая перелицует дружбу Бог испытания даст вполне по силам Стервятники уже не рядом кружат Лишь в памяти их ропот пьяноситый Зима и первое святое Рождество От лампы керосиновой едва от свет Наш подоконник представлял престол И до чего живет, живуч же, человек Счастливые друзья впрягались рьяно Земля суботствовала столько лет Прошедших поколений зарубцовались раны Лишь кое-где саманных стен скелет Где клуб смердел, благоухает храм Семья искупленных и принятых Иисусом Вставать кому-то было трудно по утрам На их пристанище теперь крапива густая Здесь каждая гвоздь и каждая доска Скреплялись и молитвой не только молотком Там дорогие обжитые места Где провожали лето босиком Сегодня к улице перекрывают улицу А вечером отара и озовец Молочный гурт живьем труды окупится Куда ни глянь восьмиконечный крест Все узаконено, получен даже статус Играют свадьбы, крестятся в пруду Что не успел, прошу прощения, каюсь С молитвой поминальной к вам приду В 2006 год, Игнатий Тихонович Лапкин Субтитры создавал DimaTorzok